Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале Мода Эджи Дима, канал о моде красоте, а также об волшебнике. Ну что ж, приглашаю всех наслаждаться не только тематикой того или иного видео, но также эхо, которое имеется у меня в доме, никуда от него не избавиться. Чуть-чуть уменьшается эффект эхо, если я ставлю картину рядом с собой, но тем не менее... Тем не менее, пространство в моей квартире настолько разгружено, и я считаю это большим достижением в своей личной жизни, потому что у меня трое детей, двое из которых очень-очень малые, хотя сейчас они подросли несколько. Могу сказать, что все равно то, что я увидела по возвращении и такое чувство преследует меня уже второй год, когда я возвращаюсь в свою любимую квартиру, квартиру, которую я практически стопроцентно сделала по своему вкусу, имела полный карп-бланш при выборе цветов, оттенков, фактур и так далее. Могу сказать, что на самом деле смешанные чувства у меня прежде всего потому, что я вижу огромный объем работ в том, что касается расслабления. У меня накопилось столько ненужных мне вещей, не могу сказать, что это страшит меня, потому что я представляю, сколько времени эти вещи заберут у меня, сколько времени я буду опять посвящать этому знакомому, каждому человеку, кто расслабляется вопросу, а возможно это стоит оставить, возможно я еще это буду использовать и так далее, и так далее, как я люблю говорить. И сегодня речь пойдет о возрасте, который, на мой взгляд, самый лучший для минимализма, но который также подразумевает, на мой взгляд, определенную особенность. Недавно я посмотрела видео, мне прежде всего понравилась заставка, потому что подобные заставки делаю я сама, и наверняка это видео вы тоже видели подобные, точнее видео этого автора вы также видели, потому что люди, которые интересуются минимализмом, примерно, смотрят одни и те же видео, одних и тех же авторов, прежде всего потому, что YouTube так устроил нам, рекомендует, рекомендует ту тематику, которая нас однажды заинтересовала. Это видео девушки, достаточно молодой, которая живет в Китае, и когда я посмотрела ее первое видео, я, вы знаете, поняла, что я ее очень-очень завидую, потому что тот быт, который она показывает, я на самом деле верю, что именно так она и живет, я верю, что тот порядок, который мы видим в кадре, это, скажем так, перманентный порядок в ее жилище, несмотря на то, что я часто говорю, что на YouTube нам показывают, не всегда то, что является правдой, мне подобный вопрос также был задан, но тем не менее могу сказать, что вот когда я показываю некий порядок в своей квартире, это примерно, примерно так на самом деле и есть, я не знаю, как мне удалось этого добиться, именно поэтому я достаточно часто выпускаю видео об уборке, но то, что я увидела в кадре у этой девушки, меня на самом деле очаровало, и я поняла, что я вот так бы хотела, чтобы вещи, которые меня окружают, были 100% функциональными и ничего лишнего бы не было, и тут я поняла, что существует большая разница, когда мы начинаем практиковать минимализм, и большая разница, в каком, скажем так, составе мы начинаем, в каком статусе социальном, начинаем практиковать минимализм. Если мы замужем, это уже достаточно сложно сделать, потому что человек, которому мы выбираем свои спутники, своей жизни, может совершенно не разделять наши взгляды. Возможно, так случится, что однажды наши взгляды, наше представление о том, как должно быть организовано пространство, прежде всего, вокруг нас, он сможет разделить, он сможет понять, и какие-то вещи, какие-то вещи, на самом деле, вы сможете на них смотреть одинаково. Но, скорее всего, это произойдет очень-очень скоро, и, скорее всего, это произойдет только в том случае, если вы сами ежедневно будете подавать пример, и если вы сами ежедневно будете проявлять терпение, потому что вырастить и воспитать рядом с собой минималиста, это очень-очень сложно. Опять же, мне часто задается вопрос, как мне удалось убедить мужа делать либо не делать те или иные вещи, как мне удалось убедить детей, могу сказать, что это на самом деле кропотливая и, к сожалению, ежедневная работа, потому что, когда ты понимаешь определенные вещи, случается, как с героем повести, горе от ума, ты по-другому уже не можешь. Тебе доставляет дискомфорт не просто воля других людей организовывать свое пространство так, как они хотят, но и сам по себе факт, что ты вынужден, что ты вынужден жить и считаться с чужим мнением, которое непосредственно на тебя влияет, непосредственно затрагивает твою зону комфорта также. И что я могу сказать? Я, конечно же, поняла и на самом деле вспомнила свой быт, когда посмотрела видео этого блогера, что когда я жила в общежитии, на самом деле у меня был абсолютный минимализм в моей комнате. У меня было очень мало посуды, потому что я практически ее не пользовалась. У меня не было ни одной кастрюли, потому что я не готовила себе все время. Можно было либо у кого-то попросить взаймы кастрюльку, либо сковородку, либо вообще не готовить себе, а перекусить опять же тем, что не нуждается в какой-то термической обработке. И вот эта простота, которая была присуща в моей жизни в студенчестве, напомнила мне, конечно же, вернула меня память все эти дни. И вот эта простота, которую я потеряла, которую многие из нас теряют, потому что в определенный момент мы начинаем находиться под властью определенных стереотипов. И, как я часто говорю, стереотипы, к сожалению, это то, что мы не осознаем влияние определенных стереотипов о том, как должна быть организована наша жизнь, на нас же самих мы зачастую не осознаем, не можем отследить. И вот уже по результатам мы думаем, что нам нужно вот такое количество вещей, и по результатам, скорее всего, количество этих вещей вокруг нас только растет. И что я хочу сказать, дорогие зрители, я знаю, что у меня есть молодая аудитория. Самый подходящий возраст для того, чтобы начать практиковать минимализм, для того, чтобы полностью наслаждаться этой концепцией, этой философией и этим стилем жизни, это, конечно же, возраст достаточно юный, когда мы уже достаточно самостоятельны, чтобы содержать себя самих и жить отдельно, но определенные события в нашей жизни еще не произошли. Это события, когда мы будем вынуждены считаться с волей других людей, людей, которых мы любим, и когда эта воля начнет ограничивать наш собственный выбор. Поэтому, если вы задумываетесь о том, чтобы начать практиковать минимализм, и вам совсем-совсем мало лет, и вы только-только начинаете свою самостоятельную жизнь, могу сказать, что дерзайте. Вы получите такое удовольствие от философии жизни, которая подразумевает абсолютную свободу, свободу от вещей прежде всего, и свободу от потребления также, что, наверное, никогда больше в жизни такой возможности не предоставится. Тем же, кто уже имеет семью, кто уже имеет, возможно, даже детей, могу сказать, что концепция минимализма, она трансформируется. Она никогда не будет такой, как нам показывают блогеры, которые не имеют детей, которые, возможно, еще не женились, либо не вышли замуж, не связали себя никакими брачными узами. Потому что, действительно, мы должны понимать, что, когда меняются определенные обстоятельства, меняется и то, как мы воплощаем жизнь в философию минимализма, в том числе философию zero waste, если нам это нравится, философию downshifting, если нам по душе. От тебя могу сказать, что да, обстоятельства меняются, и нам приходится, в том числе, подстраиваться под них. В идеале, конечно, сменить ситуацию таким образом, чтобы нам не пришлось подстраиваться, либо делать это минимальное количество раз, но мы все понимаем, что в реальной жизни это практически невозможно сделать. Но, тем не менее, повторюсь, из собственного опыта я точно знаю, что можно прийти к очень хорошим результатам и найти достаточную гармонию, достаточный баланс между тем, что называется семья полная чаша, дети, которые бегают и которые постоянно являются теми членами семьи, которые создают некий беспорядок, создают некий хаос. И, безусловно, благодаря детям мы захламляемся гораздо-гораздо быстрее, потому что, опять же, некий стереотип о том, какими родителями мы должны быть, что такое детское счастье, а как мы должны и как мы можем осчастливить своих детей, так или иначе давлеют над нами. Родителям-минималистам трудно быть в современном мире, потому что стереотипы хорошего и доброго родителя связаны, конечно же, с тем, сколько мы готовы и сколько мы покупаем для счастья своих детей. Представление о хорошем и удобном доме также связано с большим количеством предметов, которые мы в этот дом приносим за собственные деньги. Ну и также представление о счастье, семейном счастье, о счастье семьи, о счастье между супругами, между родителями и детьми также связано с потреблением, прежде всего, с поездками, с чистотой этих поездок, с немалой стоимостью этих поездок и с нашей готовностью на эти поездки в данном случае тратиться. Желаю вам быть свободными минималистами в любом возрасте, в каком вам пришло понимание, что минимализм – это то, что вам нравится, и та философия жизни, в которой вам комфортно. Но если вы юный зритель, помните, что, наверное, самое удачное время для того, чтобы насладиться минимализмом – это как раз-таки тот возраст, в котором вы сейчас находитесь, когда все двери перед вами открыты, в том числе и выбор только исключительно за вами, как организовывать вашу жизнь, сколько вещей иметь и как организовывать пространство вокруг себя. Я же на этом с вами прощаюсь. Увидимся очень скоро. Всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!